Вот сейчас Путин одобрил закон о российской нации. Как вы считаете, что такое вообще российская нация и зачем она нужна? Хороший вопрос. Россиянин по нации это как? Это дружба народов. Из Советского Союза, видимо. Славяне все мы. А вы вот думаете, чеченцы обрадуются, если их россиянинами обзовут по нации? Если мы такие друзья. В моей другой стране живут. В России. У них теперь национальность будет россиянин. Видимо, да. А что, Российской Федерации уже не будет? Он вот так вот это обозвал. Он вот так обозвал. Говорит, закон о российской нации. Вот как хотите, так и понимаете. Никто не понял. Если их нету расшифровки, что под этим подразумевать, сносочки. Не знает никто. А он сам? Может, вопрос надо? А ему вопрос? Однозначно сложно ответить. Я не задумался над такими вопросами. Ну, россиянин, это прежде всего, житель Российской Федерации. Он может быть же кем угодно. Не обязательно россияниным. А потом у него же своя нация. Он может быть украинцем, армянином. Именно русский может быть кем угодно. А вот россиянин должен оставаться россияниным. Это гражданство. Это не нация. Да. Зачем это вообще? Я не знаю. Это, я так думаю, привить патриотизм и привить любовь к своему народу. Вот у нас люди по национальности там русские есть, чеченцы, татары. А это что такое? Суть не в том по национальности, а суть в стране. Ты живешь в России, значит, ты россиянин. Независимо от национальности. А если я не хочу им быть? Россиянином не хотите быть? Нет. А кем вы хотите быть? А зачем мне? Нация? Ну, вот он говорит про нацию. Вот нация и страна. Как этого я не ставлюсь по национальности россияниным. В Америке тоже не американцы живут. Там разные нации. Америка вообще 210 лет ей. 210 лет. Там американцы, там не американцы. Там 210 лет назад отбросы с Европы пришли, убили индейцев. Правильно? Нет, а вот все-таки по национальности россиянин это кто? Россиянин или русский? Россиянин. Россиянин это человек, который живет в России. Сложный вопрос. На самом деле, я считаю, что он правильно сделал. Потому что много людей сейчас очень много уделяют внимания вот этим национальностям. Кто-то расист, кто-то не расист. А все-таки россиянин это такой человек с большой буквы. Это патриот. Это действительно человек, который не только родился, а который подчеркивает свой статус россиянина своими поступками и словами. Возможно, это, конечно, на минимальном уровне. То есть все нации нужно назвать россиянинами, да, в России? Ну, нет, наверное. Получается вот так вот. Ну, может быть, ты что-нибудь. Россиянин по нации? Русский человек? Это русский по нации, а россиянин? Ну, в общем, у нас страна многонациональная. Я считаю, что все, кто в России зарегистрированы надлежащим образом, в правках правового поля, являются гражданами Российской Федерации. И являются русскими, можно сказать. Но имея право на свою национальную принадлежность с точки зрения... Если он считает, что если он узбек, значит, он узбек. Но если он в России, зарегистрирован в России, значит, он русский. Может приехать в другую страну и сказать, я русский, вот мой паспорт, у меня российское законодательство. Он россиянином по нации что-то становится? Нет, секундочку. По национальности он может себя декларировать как угодно. Правильно? Узбек или еще кто-то. Но по законодательству он россиянин. Правильно? Он может приехать в любую страну и сказать, вот мой российский партнерство, я русский. А по нации ты кто? Скажет, ты где родился? Я узбекистанец, да, узбек я там, да, например. Это же его личный выбор, как он может декларировать себя, кто он по национальности. Но с правовой точки зрения он россиянин. Я придерживаюсь точки зрения, что как зарегистрировался, такой ты и есть. Так он узбеком регистрировался. Но он узбек. Вы хотите, задайте мне вопрос более четче, я не очень хорошо поясню. Я вот не могу понять, а россиянин по национальности, это кто такой? Что за нация вдруг какая-то? Зачем придумывать нацию россиянин? Ну, я считаю, что вообще национальности нет. Ой, вы бы сказали сразу, я вообще в политике никак не отношусь. Для меня все люди братья и все из одного теста сделаны. Ну, я бы на этот вопрос смотрела в позитивном ключе. Не надо так уж агрессивно это воспринимать. Не, ну вот просто, например, кто по национальности украинец, да, я думаю, он не обрадуется, если он теперь россиянином по национальности станет. Ну, на основании этого закона. Я думаю, что людям нужно думать больше о высоких материях, чем о таких мелочах. Какая разница, какая национальность у человека в принципе? Это вероятно, когда, предположим, белорус женился на татарке, у них родился сын. Вот получается, он россиянин. Так я думаю. Да. Россиянин по нации, ну, с учетом того, что у нас очень многонациональная страна, ну, не знаю, россиянин, он тот, кто обязательно должен, прежде всего, знать очень хорошо русский язык и русскую историю, ну, уважать, да? Зачем это вообще? То есть вот у нас национальность русский, нахрена нам каким-то россиянами вдруг становиться? Ну, это принадлежание уже государству, непосредственно россиянин. Вы россиянин по нации? Нет. Ну, это немного нелогично, на самом деле. Ну, Россия страна многонациональная, и я думаю, не совсем корректно говорить о нации. Вот он именно сказал о российской нации. Что, он с ума сошел, что ли? Я, если честно, в тонкостях не изучал, поэтому конкретно ничего сказать не могу. До свидания. Нет, конечно, президент у нас молодец. Меняемый, да, человек? Конечно. А вы не любите свою страну? А в чем плохо любить свою страну? Я не вижу связи между национальностью россиянина и любовью к своей стране. Вообще, это разные вещи. Ну, если вы не видите, это не значит, что он с ума сошел. Это вот как любить родителей. Так и родина. Родину просто не выбирают. Нравится она вам, не нравится, но это она есть. Поэтому так. Ни в коем случае. Владимир Владимирович очень трезвый и здравомышленный человек. Значит, если он для этого сделал, значит, для этого что-то нужно было. Привести в порядок какой-то, навести с точки понимания. Понятно. Да. Ну, я в любом случае поддерживаю Путина. Почему? Ну, потому что я патриот. А вас не смущает, что он не в интересах страны действует очень часто и врет? Про то, что врет, у меня нет таких сведений. Но так как он православный верующий человек, то я считаю, что он ничего плохого для страны все-таки не может сделать. Второй вопрос. Скажите, как нужно наказывать за пытки? Я думаю, что их не должно быть в принципе, и наказывать, соответственно, никого не придется. Ну, если вот факты есть, тогда что нужно применять к таким людям? Ну, для этого есть международное законодательство, в котором все это прописано. За пытки над чем или над кем? Какие пытки вы имеете? Ну, вот у нас над подсудимыми почему-то постоянно издеваются в армии. То есть в полицию человек попадает тоже, никто ему не гарантирует его здоровье. Ну, я думаю, нужно транслировать эти на пытчиков. А что, вот срок или что, высшую меру, как вот с этим бороться? Ну, за пытки вообще не должны быть пыток. У вас есть пытки? Да, у нас в тюрьме, в армии, в милиции. В Америке тоже есть. В Гуантанес сколько лет говорят, что это плохо. Нет, давайте про Америку не будем. Как наказывать надо? Ну, я думаю, такого нет у вас. У нас уже в телевизоре сказали, что есть. Ну, вы знаете, на заборе тоже пишут, а туда женщины заходят и расстраиваются, а там взрывали. То есть, по-вашему, пыток нет? Я думаю, нет. Наказать теми же пытками, может? За пытки? А у нас разве разрешены пытки? Нет, они запрещены, но тем не менее у нас вот в милиции, в тюрьме, в армии. Так, любят попытать-то, если что не так. Мы думаем все-таки, что это вопрос, который должно решить именно правительство, а не обычные населения и необычные люди. Ну, вот если бы от вас зависело, какое наказание вы бы за такие вещи вводили? Ну, возможно... Я бы не приняла на себя такую ответственность. Ну, я попробую принять. Возможно, это какие-нибудь работы, да, воспитательные, может быть, даже какой-нибудь срок условный или нет. Транслировать, чтобы человек понимал, на что он идет. А как бы, чтобы знали все их в лицо. Нет, я имею в виду транслировать, имеется в виду на нем применять эти вещи. Как нужно наказывать за пытки? Такой же пыткой. Что еще раз? Такой же пыткой. Пытками? Я думаю, мы не должны опускаться до уровня тех, кто пытает. Кто-то уже опустился. Да. Ну, не знаю, мое мнение, наказывать нужно сполна, но по справедливости. Что, срок, да? Ну, думаю, да. А какой примерно? Ну, там, 5-10 лет, 20? Ну, я не юрист, конечно. Ну, лет 20, наверное, точно. Вы знаете, вот вы стоите напротив собора, прям, да, сзади он у вас находится, да? Вообще, за зло злом вообще неправильно, это неприемлемо. За пытки надо наказывать только с точки зрения закона. Я сам адвокат и придерживаюсь. Есть в законе прописано наказывать. Что должно быть по закону за это? Ну, есть статья в уголовном кодексе, предусматривающая наказание соответствующее. Сколько там? 5-7? Ну, надо смотреть более четко. Ну, вот назовите, если бы от вас зависело, вы бы что за это делали? Как понимаете, к сожалению... Просто у нас сейчас куда ни плюнь, вот, где люди должны контролировать, да, они почему-то пытаются их в тюрьме, в армии, в милиции. Что вот с ними делать надо, если такие факты выявляются? Вы знаете, я вам хочу подвести, если мы сейчас уйдем в область размышлений, да, что нужно... Не-не-не, конкретное наказание, вот, конкретное. Понимаете, у нас, если мы отойдем от закона, конкретное заказание, если состав есть, есть состав, есть умысел, есть состав, есть состав, есть статья. Есть статья, значит, его закрыли, и он уехал в места одиносоль отдаленные. Суд доказал о том, что он виноват, все, он уехал. Это понятно, срок какой? Ребят, к сожалению, как прописано в законодательстве, так и должно быть. Как сейчас, да? А как вы хотите? Ну, как сейчас, да.